МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нижалова. Глава округа Александр Цибольский поручил руководству Департамента образования активнее привлекать федеральные средства на строительство школ. Вопрос обсуждался на заседании администрации при принятии решения о бюджетном инвестировании строительства школы на 860 мест в поселке Искателей. Этот объект обойдется окружному бюджету почти в 2 миллиарда рублей. Как отметил глава региона, часть средств округ мог бы привлечь из федерального центра, если бы руководство профильного департамента активнее работало с Министерством образования и науки России. Обращаясь к руководителю Департамента образования, культуры и спорта НАУ Илье Иванкину, в рио губернатора попросил перечислить школы, построенные в регионе, с привлечением федеральных средств по линии Минобразования. Руководитель окружного ведомства пояснил, что округ не мог участвовать в госпрограммах в связи с отсутствием типовых проектов строительства школ, согласованных с Минстроем. Между тем, по линии Минобразования на строительство школ выделяются немалые средства. Только летом прошлого года на эти цели регионам было предоставлено около 25 миллиардов рублей. Весь мая, весьма затрата. Просто мне кажется, мы потеряли очень много времени и до сих пор продолжаем не участвовать. Вы все очень хорошо научились, приходите и говорите, сколько еще надо денег потратить. Но никто из вас не приходит и не говорит мне, где можно увеличить доходную часть бюджета. Ну, за заключением может быть, это долгая нерка. Скажу вам честно. Давайте мы перестроим мышление коллеги. Мы не можем бесконечно экономить. Нам надо думать, где увеличить доходы. А у вас у каждого эти инструменты. Я вам скажу, что коллеги из других регионов очень успешно ими пользуются. В завершении обсуждения вопроса члены администрации округа приняли решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в строительство школы в поселке Искателей. Как пояснил специалист Департамента строительства ЖКХ, энергетики и транспорта НАУ, инвестпроект предполагает строительство трехэтажного здания под ключ со всем необходимым оборудованием. В 2018 году необходимый объем финансирования составляет 27 миллионов рублей. В скором времени будет объявлена процедура торгов на проектирование и строительство. Здание будет состоять из шести блоков. Общая площадь его составит более шести тысяч квадратных метров. Имена лучших в профессии объявили на торжественной церемонии закрытия регионального конкурса педагогического мастерства «Профессионал года-2018» во Дворце культуры Арктика. Победителей выявили в номинациях «Руководитель года», «Педагогический дебют», «Учитель родного языка», «Воспитатель года» и «Учитель года». Пять номинаций и два этапа. Всего в конкурсе приняли участие более 50 педагогов. После первого заочного этапа за победу в конкурсе продолжил состязаться 31 участник из школ, детских садов, учреждений дополнительного и среднего профессионального образования Наринмара, поселков Искатели и Каратайка, а также села Ома. Конкурсанты уже пришли подготовлены. Они прошли своего рода отсев в ходе заочного этапа. И они мотивированные, они хорошо подготовлены, все очень эрудированные наши педагоги. И было очень трудно иногда выбрать, чей урок лучше или чье творческое задание лучше выполнено. Я думаю, что жюри в некоторых случаях было трудно определиться с оцениванием того или иного конкурсанта. Так, руководителем года по итогам конкурса стал директор средней школы номер один города Наринмара с углубленным изучением отдельных предметов имени Спирихина Юрий Канев. Надо отметить, что всего в конкурсе в разных номинациях приняло участие 4 педагога этой школы. Все они заняли первые призовые места. Конкурс в любом случае это некое время для осмысления работы. Осмысление своей работы, осмысление... Ну вот, допустим, я поучаствовал и работая с пониманием каких-то, допустим, работы других учреждений. Ну, то есть я считаю, что... А для учителей это вдвойне интересно, потому что они же дают уроки, причем дают не на своих классах, а на чужих. И там нужно быть таким асом, высшим. Пилотаж показать, чтобы доказать, что действительно ты лучший. Это очень сложно. В номинации «Педагогический дебют» победителем стала молодой учитель истории средней школы номер 4 Светлана Канева. В номинации «Учитель родного языка» состязалось два педагога. Любовь Павлев из поселка Нель-Минос и Светлана Талеева из поселка Каратайка. Жюри признала лучшей учителя из Каратайки. Для меня это было очень интересно. Мало того, что я много из этого конкурса извлекла, хоть он был и трудный, и творческий, и приносил много каких-то приятных моментов, но мне все понравилось. Среди воспитателей лучшей в профессии признана Людмила Сидорович из детского сада «Гнездышко». В номинации «Учитель года» победа также за педагогом из первой городской школы Анной Ермолиной, учителем английского языка. Победительница признается, учителем стала по примеру мамы. Кстати, мама Анны тоже в свое время была победителем конкурса и получила почетный титул «Учитель года». Когда на заученном этапе нужно было написать эссе «Я учитель», у меня не возникло никаких проблем, потому что, когда я впервые услышала речь английскую из уст моей мамы, которая также является учителем английского языка, я поняла, что вот, это мой идеал, это то, кем я хочу стать в будущем. Но мне казалось на тот момент, что быть учителем, вот, учителем с большой буквы, это сложно и нужно дорасти до этого. А вот такие вот конкурсы, они помогают. Это саморазвитие в первую очередь. Во-вторых, мы делимся друг с другом опытом. Это бесценно. Региональный конкурс педагогического мастерства «Профессионал года-2018» проводит Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого округа совместно с Ненецким региональным центром развития образования. Он направлен на выявление выдающихся педагогов, поддержку инновационных образовательных технологий и повышение престижа педагогического труда. Ольга Руслова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Звание «Почетный работник культуры НАУ» удостоенный балетмейстер ДК поселка Красное Татьяна Артеева и ведущий библиотекарь отдела по работе с детьми Центральной библиотеки имени Печкова Мария Лемешева. Ежегодно почетное звание присваивается не более чем двум лицам за значительные личные заслуги в различных областях трудовой деятельности, а также за выдающиеся достижения и высокое мастерство. Чествование работников культуры прошло в концертном зале Дворца культуры Арктика. Татьяна Артеева работает в Красновском доме культуры вот уже 29 лет. Танцами увлекается с детства. Своё мастерство передаёт подрастающему поколению. Под её чутким руководством в посёлке успешно развивается детский образцовый хореографический коллектив «Северок». За сохранение многонационального культурного и исторического наследия Татьяна Артеева удостоена профессионального звания «Почётный работник культуры Ненинского округа». За высокий уровень исполнительства мастерства хореографическому коллективу «Северок» в 2009 году было присвоено звание «Образцовый самодеятельный коллектив». Профессионального звания «Почётный работник культуры НАУ» удостоена и Мария Лемешева. 35 лет она трудится в окружной библиотеке имени Печкова, воспитывая у детей любовь и интерес к чтению. Свой бесценный опыт и глубокие знания профессии передаёт молодым коллегам. А тех, кто внёс свой весомый вклад в развитие и сохранение культуры на территории региона, сегодня говорили с особым трепетом. Я всегда говорила и говорю, что вы доктора человеческих душ. Действительно, вот прямо приходишь на хорошее, красивое мероприятие, праздник, и выходишь из зала, зала Арктики, или на улице мероприятия, или на селе, и действительно душа поёт. Вот эта ваша миссия на земле, я думаю, очень важная. И просто я хочу вам пожелать человеческое спасибо за ваш труд, за то, что вы несёте в мир вот такой праздник. Ещё пять представителей сферы культуры по традиции накануне своего профессионального праздника получили премии по итогам работы в 2017 году. Среди них редактор журнала «Пунушка. Любовь Царькова», библиотекарь Марина Беляева, сотрудник музея-заповедника «Пустозерск» Евгения Колесникова, ансамбль «Лошкарей Ладушки» села Тельвиска и клуб «Мелни». Ирина Нижалова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Торжественное мероприятие, приуроченное ко второй годовщине образования войск Национальной гвардии России состоялось в Наринмаре. Сегодня в актовом зале мэрии звучали поздравления в адрес силовиков. Отличившихся по итогам прошлого года награждали памятными подарками и грамотами. За минувший год в рамках системы единой дислокации подразделением вневедомственной охраны выполнено 1095 задач боевой службы. Группами задержания было предотвращено более 1200 административных правонарушений. Раскрыто 13 преступлений различной степени тяжести, угоны, кражи, драки. Проведено более 2000 проверок оборота оружия. Изъято 49 единиц огнестрельного оружия. К административной ответственности привлечено 48 граждан. Основные усилия в 2018 году сотрудники Росгвардии намерены также направить на охрану правопорядка, борьбу с терроризмом, оказание содействия другим силовым структурам. Хочется пожелать всем присутствующим успехов на благослужение Отечества. Будьте уверены в том деле, которое вы делаете. Служите действительно делу самых лучших воинских традиций. И вашим семьям хочется пожелать мира, благополучия, спокойствия и счастья. История войск Национальной гвардии начинается с даты рождения внутренних войск. 27 марта 1811 года указом императора Александра I в губернских городах были сформированы воинские батальоны внутренней стражи. За 205 лет войска прошли большой путь. При этом их основная задача всегда оставалась неизменной – обеспечению национальной безопасности государства от внутренних угроз. Именно это и определило создание на базе внутренних войск новой силовой структуры – Федеральной службы войск Национальной гвардии, получившей краткое наименование Росгвардия. Приказ был подписан президентом 5 апреля 2016 года. Место встречи изменить нельзя. Спортивная столица НАУ – село Коткино – по традиции принимает ежегодную сельскую спартакиаду Ниницкого округа. За первыми стартами и открытием главного спортивного праздника региона наблюдал Тимофей Жуков. Весенние Коткинские наши. Минувшую субботу на старт вышли сборные команды 10 муниципалитетов. Рекордное количество. В 2017 году команд было лишь 8. Спортсмены бьются за победу в 9 спортивных номинациях. Волейболу, баскетболу, настольному теннису, гиревому спорту, армрестлингу, а также палеотлону. В этом году к традиционным добавилась новая дисциплина – тройной национальный прыжок. Уже в 11 раз проходит межмуниципальная сельская спартакиада. В этом году действительно уже 2 новых команды присоединились к постоянным участникам соревнований. Это команда из НСИ, команда с нижней пеши. Заметно омолодились составы участников команды. Это очень радует, что молодежь подтягивается в наше движение. Из новелл, так называемых, в текущем году включили в программу дополнительно новый вид. Это тройной национальный прыжок. Надо, конечно, отметить, что он не в зачет комплекса идет. Попробуем, как это получится, посмотрим. Интрига в спорте – это кураж. Даже если спорт сельский, без миллионных контрактов. Сюльпризом этой спартакиады стала сборная Канинского сельсовета. Село Несь впервые за многие годы делегировало в Коткино свою дружину. Откуда пришла идея собрать команду, приехать в Коткино? Кто был инициатор? Наверное, не идея. У нас построили скультурный комплекс, спорткомплекс. Недавно? Да, вот летом мы открылись, в июле месяц. Ну, и так и получилось, что ездить, заниматься, и вроде бы надо ехать, поддержать. Сколько человек в команде? 15. А как добирались? Добирались. Ну, у нас, конечно, часть студентов с Наринмара, нескольких наших. И они приехали на треколах, мы нас привезли на вертолете. Главный сюрприз команда из НСИ преподнесла уже в первый день, став первой в лыжной эстафете. Безоговорочная победа. Отрыв от спортсменов Индии, которые пришли вторыми, почти минута. Третьими стали лыжники Коткино. Стартовые возможности у каждой команды свои. Одни проводят тренировки уже в уютных современных спорткомплексах, другие под открытым небом. Однако все верят в победу. Спорт любит упрямых. На снегоходах приехали. Два снегохода, восемь человек из Индии. И ребята еще подъехали с города на снегоходах. На какие победы рассчитываете в этот раз? Возможно, стрельба. Может быть, палеотлон. Волейбол, баскетод сложно без спортзала. Что? Сможем. Выиграем. Ну, несмотря, вы скажите, что... Несмотря на то, что у нас в Индии нет ни спортзала, ни фока, мы надеемся и будем бороться за победу. Спортивное село Коткино по традиции гостеприимно приняло у себя окружную спартакиаду. Свыше 140 спортсменов хлебосольно разместили в домах коткинчан. Бывший глава Коткинского муниципального образования Олег Поздеев уверен, что турнир стал настоящим брендом села и всего округа. Та цель и задача, которая была, она полностью воплотилась в жизнь. И стремление и желание молодежи заниматься спортом только растет села. Это и благодаря тому, что наконец-то у нас построены спортивные комплексы, это тоже толкнуло отношение округа, властей к спорту. Все привело к тому, что мы в конечном итоге получим то, что хотим. Спортивные баталии ожидают быть жаркими. Болельщики уверены, что расклад призеров может стать самым непредсказуемым. Имена самых сильных и умелых округ узнают уже во вторник вечером. Тимофей Жуков, Вадим Носкин, Вести Заполярья, село Коткино. Встречи под открытым небом. Жители домов по улицам Строительная и 60 лет Октября в минувшую субботу вышли гулять, тем самым завершив цикл мероприятий на территории Наринмара в рамках Всероссийского зимнего фестиваля городской среды. В целом же в регионе фестиваль завершится 4 апреля двумя мероприятиями в поселке Искателей. Группа поддержки вас не слышно! Вот так плечом к плечу детвора проходят эстафету. Субботний день жители рыбокомбинатовских домов и их ближайшие соседи провели на свежем воздухе весело и с размахом. Поводом для встречи послужил зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять». У нас получился замечательный праздник, пришло много очень детей, они все очень слаженно играли и мы провели замечательный конкурс, они большие молодцы, что у них такой дружный двор. Среди тех, кто сегодня активно принимал участие во всех конкурсных заданиях, Юра Кулкин признается, эта площадка практически никогда не пустует. Тут можно полазить на верешках, много что можно покачаться, тут даже качели для детей можно, вот побольше таких. К тому, что теперь во дворе рыбокомбинатовских домов есть современная игровая площадка, радуются и дети, и взрослые. У представителей высокого возраста она вызывает особую гордость. Сейчас, видите, снегом занесем, а когда мы построили красота неописуемая, тут скамеечки, посиди, играи, разговаривай, то есть все сделано хорошо. К благоустройству своего двора жители близлежащих домов подошли со всей ответственностью. Этот двор у нас был как, можно сказать, пионерский проект, то есть жители проявили наибольшую активность, и для нас был тоже большим вызовом, потому что мы давно не занимались такими проектами масштабными, да, то есть когда мы взяли и благоустроили эту территорию, мы же ведь ее сделали, можно сказать, в самый притык перед холодами. И здесь нужно отдать должное все-таки тем людям, которые здесь живут, да, если бы не их активность, и не их энтузиазм, и не их, скажем так, отношение даже к тем работникам, которые здесь работали, да, этого бы ничего не было. Зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять» как повод собрать всех соседей вместе и привлечь внимание тех, кто мечтает благоустроить свой двор, но пока ничего для этого не сделал. Ведь именно от инициативы каждого зависит, в каком дворе будут гулять дети. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Это все новости к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды.